Раз, два, три, четыре. Всем привет, это канал Крипто Комманс. Хочу дать небольшой быстрый апдейт по той ситуации, которая происходит сейчас на крипторынке. Смотрите, стрёмно, конечно, пипец. Всё падает, думаешь, блин, надо крыться, короче, где есть профит, забирать профит, где нет профита, уже крыть лосей, забирать убытки, бла-бла-бла, ла-ла-ла. Но ведь это всё не так работает, мы-то с вами помним. Потенциальный дефолт застройщика из Китая обвалил рынки, повлияв на цену биткоина. Все сейчас кипишуют, что в Китае просто как Lemon Brothers банкротится крупнейший застройщик Evergrande, накопивший долг в размере 2 триллиона юаней или 309 миллиардов долларов, и спровоцировал панику на финансовых рынках. Ну, ребят, мы же знаем с вами, что это не так работает. Не новости движут рынок, а рынок движут новостями. Новости подгоняют под рынок. Поэтому что тут скажешь? С одной стороны, S&P, конечно, идёт вниз. С другой стороны, мы знаем, что с ней бывает в этом аптренде, когда она уходит сильно вниз, вот так вот. Она также отскакивает и идёт потом опять наверх. С другой же стороны, золото идёт наверх. Ну как идёт наверх? Только-только отбилось вот от этого недельного W и пошло отскакивать. Кстати говоря, напоминаю, что золото вы можете торговать на бирже Femex по нашей ссылке из описания. Золотые контракты. В обеспечении лежит у вас тезер. Ставите ведёрки и торгуете золотишко. Не вопрос, отличнейший хедж от криптобезумия, от криптоволатильности в обе из сторон. Вот. Ну а так чё? Держу свой старинный лонг по биткоину. Вот по 31 тысяче открытый. Ликвидация 19. Забрал часть прибыли уже. Часть держим. В общем, это всё наверх на самом деле. Ничего страшного-то не произошло. Мы просто протестировали с вами. Мы, собственно, вернулись туда, куда и ожидали. Если вы помните, на ретест вот этого уровня сопротивления, который у нас здесь появился. Вот. Это уровень как раз 39-41 тысяча. Может быть, даже 38 будет правильнее зону обозначить. И мы ждали с вами этого, что вот была коррекция, накопление, импульс, коррекция, опять же накопление. И ждём следующий большой импульс наверх по этим волнам. Так что всё нормально абсолютно. Не вижу причины паниковать. Хотя и то, что все паникуют, то, что индекс страха и жадности уже в красных значениях, для меня это только сигнал на покупку. Такой же, как был вот здесь. Но помните, что дисклеймер. Вот здесь вот я начинал накупать уже вот здесь. И покупал, 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 всю дорогу вниз усреднялся. Но я это смог себе позволить. А многих просто смыло. И если сейчас будет такая же фрактальная падающая история, типа клина, смотрите, чтобы вас не смыло по 36 тысяч. И потом мы полетим, скорее всего, наверх. Вот такой у меня план игры по биткоину. В пользу этого сценария ещё говорит очень хорошо Total, который я вам показывал во вчерашнем видео. Total – общая рыночная капитализация всех монет, битка и альткоинов. Я вам показывал, что в прошлом видео, что мы переписали вот тут вот хай, сходили, откорректировались на его ретест и улетели в космос. И переписали вот тут вот хай, сходили выше, откорректировались до сетки. И по идее что? По идее полетели в космос. Но ещё лучше, на самом деле, это выглядит на Total 2. Вот, потому что я показывал вам, вот тут у нас был мини-медвежий рынок с ретестом сетки после переписывания. Смотрите, после переписывания хай у нас был вот тут вот мини-медвежий рынок. В сентябре 16-го как раз мы падали, дотестировали сетку и улетели в космос. И сейчас снова, смотрите, мы переписали хай. Опять же, мини-медвежий рынок, протестировали сетку и идём выбивать хай. Обратите внимание, мы не как в медвежьем рынке, когда у нас следующий хай уже гораздо ниже происходит. Да, как вот здесь, как было вот здесь. У нас с вами хай находится точно там же, где он и был. Вот, он не ниже нифига. Мы идём переписывать хай и тестируем сетку. Самое прикольное, что я здесь увидел, ещё вам не говорил об этом, это, ребята, чашка с ручкой. Чашка с ручкой, направленная вверх, если вы посмотрите. Любой предыдущий медвежий рынок, вот, предыдущего пика до переписывания пика, смотрите, давал нам вот такую вот. Вот здесь нам давали чашку с ручкой, направленную вверх. После переписывания пика мы улетали в космос. И здесь тоже нам дают, смотрите, весь этот медвежий рынок даёт гигантскую чашку с ручкой, направленную вверх. И что? Правильно, дальше только в космос. Но всё это, конечно же, друзья, мой дисклеймер, не финансовый совет. У вас есть своя голова на плечах. Что я вижу, что альткоины ведут себя очень даже неплохо, судя по тоталу, лучше, чем биткоин. Потому что, вот, опять же, мы здесь даже не прокалывали сетку по альткоинам. Мы вполне себе удерживаем её в бычьем тренде. Посмотрите, когда сетка развернута вот так, как вот здесь, это тренд бычий. И до тех пор, пока сетка не развернётся вот так, это будет тренд бычий. Поэтому мой прогноз такой. Капа улетает сейчас куда-нибудь на 10 триллионов этой зимой. Ну а там посмотрим, насколько много институциональных шортов соберётся по этим значениям. И как сильно выше мы ещё можем улететь. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. И также напоминаю вам, что битдао, токен, что токен битдао залистили уже на Аполлоникс и листится прямо сейчас на байбит. Он уже одной свечкой отыграл всё вот это вот падение. И очень потенциал хорошего этой монеты, на мой взгляд. И вы можете перейти на байбит по ссылке из описания и найти там в промо-акции бит вот здесь. Пройти под этот шумок KYC, конечно же, и получить до 3,5 тысяч бит бесплатно. Просто внеся депозит на счёт. Просто держа какую-то сумму на счёту. Вот. И это всё будет подсчитано. И 27 сентября вам нужно будет зайти сюда ещё раз и нажать здесь «Участвовать». Здесь появится кнопка «Участвовать». А пока просто держать средства на счёту биржи. И всё. И потом мы получим эти токены в соответствии с размером их депозита. А потом будут часть токенов ещё лотерейным способом реализовывать. Так что кто-то получит ещё больше токенов. Так что вот такая вот история, ребята. По-моему, это прекрасно. Вот. В принципе, на сегодня я думаю, что я всё сказал. Потихонечку откупаю просадки. Dashlong вытягиваю из минуса. Страшный, конечно, писец. Но, знаете, по таким скидкам я думаю, что надо добирать ещё и ещё и ещё. Вот. Опять же, дисклеймер не финансовый совет. Можем мы ещё кольнуть куда-нибудь на 38. Вполне себе можем. Позаботьтесь над тем, чтобы вас там не смыло. А вы добрали ещё и полетели уже наверх. Ну а с вами был Гриня. Это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Дорогие мои тролли. Всем профитроллей. И до нового выпуска. Пока.